Ребята, здорово! Давно не виделись. Как дела? Все нормально? У нас тоже все нормально. Вертикальные новости в эфире. Давайте их посмотрим. А я почитаю. А вы посмотрите. Давайте, в общем. Ну а начнем с новости, которая вообще не о том, о чем все говорят уже больше месяца. На Землю вернулся экипаж в составе космонавта Роскосмоса, нашего земляка из Невиномыска, Олега Скрипочки. А также астронавтов НАСА, Эндрю Моргана и Джессики Мейер. Олег Скрипочка работал на орбите с 25 сентября 2019 года. Ну а с 5 февраля 2020 года был вообще командиром МКС. Не молочного комбината же, правильно? А Международной космической станции. Время в самоизоляции можно проводить весело и творчески. И жительница Ставрополя это доказала. Взяла и приняла участие в проекте, который называется «Сюрприз-сюрприз...» «Изоляция». Вот такое оригинальное название. В чем суть? Нужно было повторить известные картины великих художников, используя только то, что есть дома под рукой. Для меня это был в первую очередь вызов самой себе. Потому что, ну признаюсь честно, я в своей жизни раньше никогда там ничего не шила, не вязала. Открыточки хендмейд – это вообще вот не мое. Но оказывается, вот открылся вот такой рукотворный талант. Очень интересно, когда ты загораешься какой-то идеей, вот видишь картину, хочешь ее повторить и сразу начинает вот там вот что-то шевелиться, бегать. Как это сделать, из чего, ведь главное условие флешмоба, что весь реквизит декораций, все должно делаться только из того, что есть у тебя дома под рукой. Вот ты находишься на изоляции и не можешь ничем себе дополнительно помочь. Наша Юля всех победила, набрав максимальное количество лайков за свои работы. Смотрите, как можно было вот это все сделать. А вот так самоизолироваться не стоит, даже если очень хочется выйти на улицу. Шашландаст, 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 шашландаст. Дошло это и до Ставрополя. Вот и правильно. Лучше дома сидеть, на самом деле, и плакать на техно. Тем более там еще слезы льются на рейве. Потому что ты не со мной. И слезы льются на рейве. В краевом центре продолжаются балконные концерты. Это уже не на техно, это уже на другую тему. Накануне такой прошел в жилом комплексе Белый город. Там выступил саксофонист. Один. Но акустика там во дворе такая, что получилось прям огнище. А в Александровском парке вышло помасштабнее. Там сыграл духовой оркестр имени Даниила Осиновского. Ждем теперь, когда рокеры подтянутся. Вы же подтянетесь, да, рокеры? На календаре, на всякий случай, 20 марта. А кто-то еще не только не вынес елку. Но и более того, она в этой квартире все еще горит. Вот это стойкость. Вот это выдержка. Праздник, который до сих пор с тобой. Я, кстати, не удивлюсь, если там еще и оливье остался с нового года. Внимание! Минеральные воды и КМВ. Собачка Нюша ищет дом. Стерилизована. Может жить как в квартире, так и вне ее пределов. Умеет ходить на поводке, так и в большом доме, в теплой будке. Но только не на цепи. Нюша ценит свободу. Любит побегать, поиграть с детьми. А вот котов может погонять. Чтобы получить вкусняшку, Нюша становится на задние лапки и попрошайничает. В общем, если хотите забрать себе это чудо, телефон на экране. Это ежедневная милота и помощь четвероногим. Что ж, на этом на сегодня вертикальные новости все. Я домой, сидеть в изоляции, чего и вам советую, и желаю, друзья, не болейте. Пока. Пока? Пока же. Все. До свидания. Ариуар. Прям хрустит.